Почему портятся отношения после рождения первого ребенка? Все для ребенка. Он же маленький, он же существо, за которым нужно каждую секунду присматривать, всю себе посвящать. Ребенок, он же роднее, чем мужчина. Потому что ребенок это собственная кровь. Это вот я родила его. И это самое близкое, что есть. И это на самом деле ближе, чем мужчина. Но на всех вас наплевать, я уделяю время только себе. Эй, ребенок, ты там плачешь? Мне на тебя плевать, потому что я на первом месте, на втором месте мой муж, а ты только на третьем. Сейчас я только... А тебе... Ты как хочешь, чтобы он к тебе относился? Как сожительницы? Как матери ребенка, которая ему родила ребеночка? Или как женщине? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И перед тем, как мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри видео до конца. Знаете, когда поступает запрос от девушек, почему отношения портятся, когда начинаю выяснять детали, часто это происходит на каких-то переломных этапах. Например, отношения могут испортиться после первого секса, мужчина может исчезнуть, да, отношения могут испортиться после, там, первого года совместного его проживания, то есть, после, там, прохождения конфетно-букетного периода. И также один из переломных моментов – это рождение первого ребенка. Понятно, что перед этим идет беременность, роды и рождение первого ребенка. И часто девушки говорят, что вот, после того, как я родила, отношения стали хуже, и они как бы говорят, что после этого. Они говорят, что из-за этого, из-за этого. И часто у моих подружек, у моих знакомых, они говорят, что то же самое. И это как какая-то закономерность. И поэтому в этом видео я хотел бы дать больше ясности с точки зрения логики, почему так происходит на самом деле. И у тебя будет возможность, если ты уже столкнулась с такой проблемой или задачей, у тебя будет возможность еще больше понять себя как женщину и понять мужчину, и понять психологию отношений. Если ты еще с этим не сталкиваешься, значит, в будущем ты будешь в хорошем смысле слова вооружена. Понятно, очевидно, что роды, рождение ребенка, это эмоционально такой нагруженный процесс. Это стресс, это что-то новое, это непонятное, это сложное и физически, и морально, и эмоционально. Это понятно, и что девушка, женщина переживает сложное время. При этом, когда рождается ребенок, что происходит в большинстве случаев? В большинстве случаев мама, то есть эта девушка мама, она начинает как мама, как заботливая женщина, как мама ее чадо, ее ребенок, ее лучшее в мире, ее самое родное создание. Потому что, поймите, пожалуйста, ребенок, он же роднее, чем мужчина. Потому что ребенок это собственная кровь, это вот я родила его, и это самое близкое, что есть. И это на самом деле ближе, чем мужчина. Но, если говорить про психологию отношений, что происходит с точки зрения расстановки приоритетов? Смотри, есть три человека, есть она, есть мужчина, есть ребенок. Если у большинства девушек спрашивать или разбираться в их ситуациях, и это я говорю из опыта, то мы увидим, на первом месте у нее стоит ребенок, все для ребенка, он же маленький, он же существо, за которым нужно каждую секунду присматривать, всю себе посвящать. Поэтому, кажется, вроде бы логично, на первом месте становится ребенок, дальше в большинстве случаев на втором месте это муж, мужчина, да, и на третьем месте уже я сама. Да, бывают случаи другие, когда на первом месте ребенок, на втором месте она сама, и только на третьем месте мужчина. Я считаю, что именно поэтому, именно по этим причинам и происходит сбой. Почему? Потому что здоровая личность, здоровый человек, психологически здоровый, он должен мыслить как, что я первая буква в алфавите. И не нужно путать это с эгоизмом, что, ой, как это я первая буква, ты что, а как же другие люди, ты что, как это думаешь? Смотри, когда я говорю, что я это первая буква в алфавите, это не значит, что я думаю только о себе. Это значит, что я прекрасно понимаю, что все начинается с меня. Давайте я как мужчина, да, если мне плохо, если я не наполнен, если я в плохом настроении, если у меня все в жизни, все мне плохое настроение, в жизни ничего не получается. Что я могу дать другому человеку? Ну, если мне, я сам в дефиците по отношению к себе, я ничем, да, я могу быть таким, знаете, спасателем и еще всего себя отдавать другому человеку, ну, во-первых, мне нечего дать, а во-вторых, это в принципе невозможно. И это называется жертвенность, когда у меня самого ничего нет, я еще жертвую собой. Поэтому первое, это когда я первая буква в алфавите, это вопрос в том, чего я хочу, чего я не хочу. Поэтому у тебя также ты должна быть я первая буква в алфавите. На втором месте это мужчина, да, это мужчина, с которым ты создала семью, создала отношения. Это должен быть приоритет номер два. И на третьем месте уже ребенок. Или, например, ты можешь сказать, да, я у себя на первом месте, но на втором месте ребенок, только на третьем месте мужчина. Тогда мужчина что будет чувствовать? Ну, что он, как он будет чувствовать себя ненужным, что ты, что она уделяет время себе и ребенку. То есть, и это одна из причин, почему портится отношение. Или же, когда она говорит, что на первом месте ребенок, на втором месте мужчина и на третьем месте я. То есть, она получается, я последняя буква в алфавите. И она, то есть, получается, это отражение чего? Что она сама себя не ценит, она сама к себе плохо относится. И соответственную реакцию она получает от мужчин. Смотрите, тут важно понимать, когда мы расставляем приоритет, что я на первом месте, мужчина на втором, ну, я, ты женщина на первом, мужчина на втором, на третьем месте ребенок. Это не значит, что ты такая, так, на всех вас наплевать, я уделяю время только себе. Нет, это значит, ты, ну, как бы в логике, да, как бы вот в мышлении себе выстраиваешь. Это не значит, что ты говоришь, эй, ребенок, ты там плачешь, мне на тебя плевать, потому что я на первом месте, на втором месте мой муж, а ты только на третьем, сейчас я только, а тебе... Нет, это же не об этом. Это не про эгоизм, это не значит, что нужно принимать какие-то кардинальные решения. Это значит, в мышлении ты должна понимать, что все начинается с меня. Я задаю вопрос себе, чего я хочу, чего я не хочу. А что мне в себе нужно прокачивать, как женщине, чтобы в моей жизни что-то там происходило, как я хочу. А от чего мне нужно избавиться, чтобы в моей жизни было то, 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 к чему я стремлюсь, то, чего я хочу, первый вопрос, да. А как мне нужно взаимодействовать с мужчиной, чтобы что-то происходило. Все начинается с меня. И если эти вопросы все наизуально, я говорю, да мне на себя плевать, я сейчас посвящаю себя либо мужчине, либо ребенку, все, теряется, ну, это отсутствие самодостаточности. Более подробно мы разбираемся с этими темами на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Там много разных полезных тем про отношения, про тебя, про женственность, про прокачку тебя, как женщины. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке, чтобы успеть записаться бесплатно. Поэтому, с одной стороны, это важно понимать чисто логически, что эффективнее так, грамотнее так, психологически правильнее так. И от этого будет счастливее всем, и тебе, как женщине, и мужчине рядом с тобой, и ребенку, который растет и будет видеть пример мамы. Но, с другой стороны, этого недостаточно, как бы, вроде бы, говорить себе об этом или логически так рассуждать. Еще важно понять чисто с психологической точки, с точки зрения прокачки себя, как женщина, как мне действительно к этому прийти. Потому что одно дело, я могу себе говорить, я первая буква в алфавите, но чисто по правде, если вот слушать истину, которая идет изнутри, понимать, что, ну, по-честному я так не думаю. Да, я хотела бы так думать, но по-честному я так не думаю. Поэтому здесь важно прокачиваться, как женщина, прорабатывать свое прошлое. И, например, если ты росла в семье, да, где ты была последней буквой в алфавите, когда говорили, да, твое мнение не важно, да, ты еще маленькая, да, кто ты вообще сначала вырастет, и потом будешь умно там рассуждать, потом ты будешь что-то выражать свое мнение. То понятно, с каким мышлением вырастает человек. Поэтому пойми, пожалуйста, отвечая еще раз на вопрос в этом видео, почему портятся отношения после рождения первого ребенка. Если мужчина к тебе относится классно, он, да, он может, ты как хочешь, чтобы он к тебе относился? Как к сожительнице? Как к матери ребенка, которая ему родила ребеночка? Или как к женщине? Так вот, если ты хочешь, чтобы тебе относились не как к матери ребенка, не как к сожительнице, не как к человеку, который мы прожили много лет, поэтому мы уже как родственники, а как к женщине, то у женщины есть правило. Все начинается с меня. Я, первая буква в алфавите, это не про эгоизм. Первое я, потом мужчина, потом ребенок. И это не значит, что кому-то нужно обделять. Нужно начать хотя бы с такого мышления. Если для тебя важно еще больше прокачаться как женщина, еще больше разобраться в этой тематике, в тематике психологии отношений, как взаимодействовать с мужчиной так, чтобы он видел в тебе женщину, чтобы он хотел тебя радовать, вкладываться в тебя, по-честному считать тебя особенной женщиной. И чтобы это длилось не только первую ночь, первые три года до рождения первого ребенка, а столько, сколько ты сама захочешь, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, пиши твои вопросы в комментариях и до встречи в следующих видео. Пока!